Друзья, всем привет! В эфире программа обо всем самым интересным и необычным, что произошло в сети Иннет. В сегодняшнем выпуске увидите потерявшийся поезд, который пробирался через дворы многоэтажек. Узнаете, почему окна лучше всегда держать закрытыми, а еще убедитесь, что скоро диких зверей в городе будет больше, чем в лесу. А начнем мы с кадров очередного апокалипсиса, который на этот раз произошел в американском штате Орегон. Там горят леса, из-за чего города стали похожи на филиалы ада. Картина, прямо скажем, ужасная. Багряное небо, горящие деревья и дома, пожарные машины, которые мчатся к очередному очагу возгорания. Полицейские, помогающие людям эвакуироваться в безопасное место. Если не знаешь, что это реальные кадры, складывается впечатление, что смотришь какой-то фильм-катастрофу и надеешься, что в финале все спасутся. Но пока Орегон продолжает гореть, люди уезжают, а мы надеемся, что в 2021-м будет хотя бы немного спокойнее. Ситуации на дорогах, кстати, мало отличаются от всемирного, как бы помягче выразиться, ужаса. Аварии происходят каждый день и чаще из-за того, что водители считают, будто они одни на трассах. А вот и показательный пример. Обратите внимание на желтый автомобиль. Вот он ехал-ехал, а потом раз и резко остановился. Легковушка, которая ехала следом, смогла отвернуть, остальные тоже успели остановиться и избежать столкновения. Но всех подвел грузовичок, которому резко затормозить не удалось. Как итог, куча мала из пяти автомобилей. И самое обидное, что раскошелиться на ремонт придется именно водителю грузовика, а не автотормозу на желтой легковушке. Поэтому давайте, наконец, прислушаемся к советам ГИБДД и начнем соблюдать дистанцию. А это Екатеринбург. И там после аварии машину эвакуируют вот так. Первый раз вижу, чтобы тачку погрузили. Погрузили на газетку и увезли. Видимо, на эвакуатор денег не хватает. Видимо, и вправду не хватает. Хотя способ, согласитесь, интересный. Особенно, когда рядом есть те, кто на руках поднимет пострадавшую ласточку и бережно положит в газель. И не важно, что целиком машина в кузов не вошла. И так сойдет, как говорится. Главное, чтобы по пути еще одно ДТП не произошло. Ведь машину в кузове никто не закрепил. Сейчас мы с вами видим кадры эпичной погони экипажа ГИБДД за нарушителями. Водитель серой легковушки попался либо очень смелый, либо очень глупый. Или у него просто специфическое чувство юмора. Вот он останавливается на обочине, ждет, пока к нему подойдет инспектор ДПС и сдает назад. Причем ведет машину, ну, очень профессионально. Инспектор кидается в погоне на своих двоих. Патрульная машина разворачивается и несется следом. Нарушители останавливаются и терпеливо ждут, пока инспектор сядет в машину и продолжают гонку. К сожалению, оператор попался нетерпеливый, поэтому финала догонялок мы не узнаем. Хотя он и так предсказуем. А вот пример того, что на дороге еще остались здравомыслящие люди, для которых важна не только своя жизнь. Ставропольские водители несколько сотен метров ехали задним ходом, чтобы пропустить скорую помощь по узкому мосту. Скорее всего, для реанимации путь через мост был самым коротким, поэтому водитель кареты скорой помощи и решил там проехать. Другие водители не стали показывать, кто тут прав, а просто освободили дорогу. Надеемся, пациента доставили в больницу вовремя и с ним все будет хорошо. В детстве все мы с вами учились еще про то, что все профессии нужны, все профессии важны. И не особо критично, кто ты – летчик, повар или инженер. Главное – любить свою работу и постоянно совершенствовать навыки. И это касается даже копателей могил. Это кадры с первых в России соревнований по скоростному копанию могил. Все как полагается. Площадка на городском кладбище, взволнованные участники, жюри с секундомерами. Кладбищенский батл собрал копателей из пяти городов. Лучший результат показали томичи. 52 минуты – и могила готова. Здесь должно было быть много черного юмора, но редактор не разрешил. Поэтому просто поздравляем победителей. И еще немного земляных новостей. В Ленинградской области многодетным семьям выделили участки с сюрпризом. С неприятным. Территория оказалась заминированной. На помощь тут же примчались сотрудники МЧС и начали выкапывать из земли снаряды времен Великой Отечественной. Несчастные обладатели заветных соток теперь ждут, пока всю площадь перекопают саперы. Только после этого можно будет там что-то строить или садить. Дворы многоэтажных домов уже давно перестали быть тихим, спокойным и безопасным местом. То туда стадо коров наведается, то стая бродячих собак, то еще что-нибудь приключится. Но пока что всех переплюнул в Дагестан. Прямо через двор там проехал поезд. Вот так у нас строят дома. Посередине железная дорога и по разову заездить по двору, если что. А дело тут вовсе не в том, что машинист приехал домой пообедать. Все намного проще. Железнодорожную ветку построили намного раньше, чем жилые дома. Она прекрасно себе функционировала до определенного времени, а потом перестала. Демонтировать ее почему-то не стали, вокруг настроили многоэтажек. И все были абсолютно довольны. До вот этого самого момента. Но, как оказалось, дорогу открыли разово для погрузочно-разгрузочных работ. Вот такой дом. Вот второй дом. А вот паровоз. Дерзкое преступление, спланированное буквально по секундам, произошло в одном из курортных городов. Вор был настолько изобретателен и быстр, что ему удалось скрыться с места преступления, даже несмотря на огромное количество очевидцев. Но злоумышленник все равно попал в объективы видеокамер. А вот и он, собственной персоной. Вальяжно заходит в кафе, на мгновение задумывается, молниеносно хватает добычу и удирает. Как говорят очевидцы, воришка до этого несколько раз посещал кафе, но ничего не крал, только присматривался. Так что преступление отнюдь не было спонтанным, а долгое тщательно планировалось. Очень жаль полицейских, идентифицировать крылатого грабителя вряд ли получится. Одна надежда на то, что упоенный безнаказанностью он вновь решится на кражу. И вот тогда стражи порядка будут на чеку. Но пакетик чипсов ничто по сравнению с тем, что украли у одной из жительниц Таиланда. А лишилась бедная женщина самого дорогого, внимание, собственного мужа. Именно его украл кот, которого завела семейная пара. Кошак по кличке Джарвис обожает проводить время с хозяином. И совсем не рад, если их идиллию кто-то пытается нарушить. Только посмотрите, как кот смотрит на мужчину. И как на его жену. Однако женщина относится к ситуации с юмором, делает забавные фото, которыми делится с пользователями сети. Летом 2020-го нам так и не удалось отдохнуть. Авиасообщение закрыто, курорты не работают. Одна радость – дача и шашлыки. Осенью стало попроще, и российские туристы быстро покидали купальники в чемоданы, чтобы как следует прожариться на солнышке. Кому-то повезло, а у кого-то отдых был немного испорчен. Сейчас возвращаемся с города, и у нас вот такая штука тут. А все потому, что Бали хоть и райский остров, а окна в номере все равно закрывать надо. Теперь у ребят в комнате, как они сами говорят, настоящие джунгли. Думаем, на помощь забывчивым туристам пришли сотрудники отеля и выгнали все жужжащие из апартаментов. И больше окна там не открывали. Все чаще нам стали попадаться видео, где дикие звери выходят к людям и начинают устанавливать свои порядки. Ловите очередную подборку. На этот раз героями стали медведи и постоянный гость нашей передачи – лось. Знакомьтесь, последние разработки в области радиолокации. Да, это медведь с коробкой на голове. Чтобы сильно не облучало, видимо. Косолапый ловит сигналы из космоса и сразу передает их кому следует. А если серьезно, медведь просто немного перепутал вышку с сосной. Слез самостоятельно и ретировался в лес. С ним все нормально. Пермские медведи несколько умнее турецких. Никуда не лезут, никаких сигналов не ловят. Они приходят, съедают все мясо для шашлыка, устраивают спарринг с палаткой и уходят обратно по своим медвежьим делам. И очень хорошо, что палатка во время визита Косолапого была пуста и шашлыки еще не успели пожарить. Медведь и наелся, и наигрался, и люди не пострадали. А ведь это самое главное. Ай, мишки, а! Миша, миша, миша! Несколько медвежат забрели на территорию исправительного учреждения и вызвали ажиотаж среди сотрудников и заключенных. Не так уж и часто в колонию заглядывают такие мимимишные гости. Но мохнатых малышей все равно решили с территории выгнать. Во-первых, не положено. Во-вторых, за малышней может и мама прийти. Надо выгонять их. А где мамаша-то интересно? Вот это приколы. Этот сахатый, без сомнения, любимец лосиных богов, если они существуют. Он сбежал из парка и гулял по московским районам Измайлова и Перова. Обгрызал яблони и даже выскочил на проезжую часть. Но обошлось. Животные поймали и вернули в парк. Разумеется, провели профбеседу о том, что выходить за территорию не нужно, грызть яблони порядочным лосям не комильфо и вообще скромнее нужно быть. И напоследок ловите небольшой лайфхак, как избавиться от шерсти. Просто берете питомца, пылесос и в принципе все. Пылесос уничтожит лишнюю шерсть, вам не придется собирать ее по всему дому, а самое главное, домашний любимец будет невероятно доволен проведенной процедурой. Правда, не знаем, можно ли провернуть такое с кошкой. Попробуйте, но за результат мы не ручаемся. А вот с хомячками такой трюк явно не пройдет. Не рискуйте. На этом сегодня все. Присылайте видео, которые вас удивили, обрадовали или наоборот огорчили, в WhatsApp или группу телеканала ВКонтакте. А мы с удовольствием покажем их всему городу. Хорошего вечера. Берегите себя. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова